На сегодня эпидемиологическая ситуация по области остается нестабильной. 10 января Акмольская область находится в красной зоне и, как вы сами видите, за последние три дня мы по приросту заболеваемости находимся в лидирующем положении. Ежедневно у нас регистрируется порядка 200 случаев. На сегодня зарегистрировано 933 случая заболевания COVID-19. Из них 6116 – это с симптомами, 3716 – без симптомов. У нас продолжается такая тенденция, что 50% у нас выявляются при самообращении, около 40% у нас выявляется из числа близких контактов и 10-15% у нас выявляется при профилактическом тестировании. За январь месяц зарегистрировано 2486 случаев, здесь 2000 с симптомами и 476 без симптомов. Также на сегодня соотношение симптомов и без симптомов, оно возросло, больше обращаются лица с симптомами. Мы ежедневно делаем матрицу, как делается по республике матрица, что Акмольская область находится в красной зоне. Аналогичную матрицу с учетом заболеваемости и прироста мы делаем в разрезе городов и районов. За последнюю неделю у нас количество случаев увеличилось в два раза. Если на предыдущей неделе было зарегистрировано 555 случаев, то за эту неделю 1283 случаев. Как я уже говорила, по расчетам у нас на сегодня из 19 регионов 13 находятся в красной зоне. Два региона в Ролгое, остальные в Зеленом. Наиболее высокий уровень прироста за прошедшие сутки это в Есильском, Жаркаинском районе и городе Кокштау. По количеству случаев на первом месте на сегодня за сутки находится город Кокштау, Есильский район, Зелендинский район, Жарксынский, Урабайский, Степногорск, Шартандинский, Жаркаинский, Сандыктавский, Аккольский, Адбасарский, Аршалинский. По профессиональному составу у нас на первом месте находятся пенсионеры. Это лица старше 60 лет и где-то 40% приходится на данную категорию. И работающих у нас 1611. Также большой процент идет через среднего служащих и силовых структур. Это связано с тем, что организованные коллективы и большой контакт идет. В связи с этим мы вводим ограничения по переводу 80% работников при количестве 15 человек, если в коллективе. По учащимся у нас на сегодня зарегистрировано 373 случая. 140 учили в штатном режиме, 233 в онлайн режиме. С 1 января зарегистрировано 121 случаи среди школьников в штатном режиме 50, в онлайн режиме 71. За сутки у нас зарегистрировано 15 случаев среди школьников, в том числе в городе Кокшетау 7, Жаксынский район 3 случая, Исильский район 3 случая, в Шортандинском и Зерединском районе по одному случаю. И вот хотелось бы обратить внимание, что здесь уже соотношение количества учащихся в штатном режиме заболевших больше. 8 человек это в штатном режиме и 7 человек в онлайн режиме. Причиной заболевания школьников это может быть несогридение карантинных мер, уже непосредственно в местах учебы. Также близкие контакты в домашних очагах. И вот когда мы изучали вопросы, которые идут в комментариях, у нас вот именно в местах торговых домах, развлекательных центрах, к примеру, в городе Кокшетау, именно школьники старших классов, они собираются именно в развлекательных центрах. Поэтому родителям нужно обратить внимание, куда их дети в вагонное время выходят. Сейчас ограничений передвижения по времени по населенным пунктам нет, но родители все должны контролировать, куда ходят их дети. И необходимо ограничить именно посещение мест массового скопления. Потому что именно дети, они и школьники, да, если заболевает, то их меньше, но они переносят легче заболевания, но могут быть источником заболевания именно для членов семьи. И особенно для тех, кто старше 60 лет, для своих бабушек и дедушек, кроме того, могут быть и родители с какими-то хроническими заболеваниями. Поэтому вот здесь нужно обратить внимание именно на подростков. У нас постоянно ведется мониторинг за соблюдением карантинных мер. У нас в области работает 154 мобильные группы. В состав мобильных групп утверждается распоряжение акиматов городов и районов. На всех официальных интернет-ресурсах размещены составы данных групп и копии постановлений. Еще раз хочу напомнить, что санитарная служба, специалисты санитарной службы, они не входят в состав мобильных групп. Мобильные группы выявляют нарушения, затем они передают информацию в координационные центры, которые созданы при поликлиниках. Туда передается видеоматериал, факты, где зафиксированы нарушения карантинных мер. Затем координационный центр направляет информацию в санитарную службу. В течение часа они должны проинформировать. И уже санитарная служба в соответствии с предпринимательским кодексом открывает неплановую проверку и выезжает на объект. И там фиксируют уже нарушения. Поэтому выступление блогеров на предыдущей неделе, когда, как считаю, заявил, что для проведения мониторинга в мобильных группах обязательно наличие санитарного врача или специалиста санитарной службы в соответствующем образовании, это неправильно. И этот порядок утвержден алгоритмом, который утверждено заседание межведомственной комиссии, согласованно с Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел и Министерством здравоохранения. Но зачастую бывают факты, когда тоже люди могут воспользоваться и представляться специалистами санитарной службы. У всех специалистов санитарной службы имеется служебное удостоверение. И при посещении объекта они обязательно должны вам предоставить акт о назначении проверки. Если они приходят и проверяют, у них на руках должен быть акт о назначении проверки. Если это в неурочное время или выходные дни, согласно предпринимательского кодекса, в течение суток после проведения проверки мы должны зарегистрировать в управлении правовой статистики. Но в обязательном порядке на бумажном носителе должен быть заверенный подписью печати акт о назначении проверки. Просто так санитарная служба заходить на объекты и проверять в составе мобильных групп не мог. И поэтому я просила бы прессу, журналистов, блогеров не вводить в заблуждение населения. А мы на своих официальных страницах разместили этот алгоритм, как проводится. Неоднократно я на брифингах объясняла. И поэтому на этом я заостряю внимание, чтобы когда сталкиваемся с комментариями, с населением разговариваем, все процесс ничего не видит. Здесь упор на мобильные группы. И количество, перечень объектов, куда выходит, это делается акиматами. Акиматы определяют перечень объектов. В основном это идет, конечно, на упор на места массового скопления. Изучается это вот, и потом еще выходит. У нас за выходные дни было проведено 41 рейдовая проверка. Охвачено 238 объектов различных форм собственности. На 11 объектов были выявлены нарушения. Это по городу Кокшитаву, магазин автозапчастей, также магазин Аян, магазин Аламан, отделы реализации пищевых продуктов в магазине Сырый Век. Здесь факты были выявлены на соблюдение масочного режима продавцами. В Ясильском районе, в кафе Пожиевское не соблюдалась социальная дистанция, масочный режим. В Биржан-Сал в районе магазина Юлия также не соблюдался масочный режим. И были выявлены функционирования объектов после 20 часов. Это кафе 333 Таган, компьютерный клуб Арена, сауна 3 восьмерки, скорее всего название. Магазин Сауран, магазин Муслим. По данным фактам поступили информации с координационных центров в наше территориальное управление. По всем открытым неплановой проверке. И после рассмотрения будут приняты меры. У нас большинство заболеваний связано с проведением массовых мероприятий. У нас было зарегистрировано более 70 фактов таких проведения массовых мероприятий. Наибольшее количество было зарегистрировано по городу Хакштау в Урабайском районе. И вот мы когда проводим расследование, также появляется связь с участием в похоронах, в каких-то семейных торжествах. Даже если это не было на предприятии общественного питания, то на дому проводят, в коттеджах какие-то мероприятия. Поэтому хотелось бы обратиться к населению, что на сегодня проведение всех массовых мероприятий необходимо сократить. Вот есть факты, да, если даже 30 человек участвовало, родственники, из них 8-10 человек заболело. А у нас появляются факты, когда более 200, более 300 человек было на мероприятиях. Поэтому вот здесь на сегодня то, что мы находимся в красной зоне, эпидемиологическая ситуация требует, чтобы сейчас все население, и в особенности лица старше 60 лет, ограничили посещение мест массового скопления и проведение таких мероприятий. Вот по городу Хакштау мы провели анализ. У нас из 197 случаев по городу Хакштау были зарегистрированы, связаны с посещением, 5 случаев с посещением торговых домов. Это ЦУМ, РИО. Также супермаркеты, 78 случаев, заболевшие лица указывают, что они часто посещают магазин «Кристалл», «Союз», «Фулпак», «Смог». 55 человек связывают с посещением рынков и торговых домов по типу рынков, да, это Рубин, Живил, Живы, Центральный рынок. И около 60 человек связывают с посещением магазинов, которые расположены непосредственно возле дома. 17% связывают у нас с объектами общественного питания. Есть у нас злостные нарушители, да, которые неоднократно нарушают, несмотря на все запреты, работают после 8 часов, так как сейчас ограничения после 8 часов, и проводят различные мероприятия. Вот хотелось бы обратиться к журналистам, возьмите, пожалуйста, у них интервью и спросите, почему они нарушают, несмотря на все запреты, которые у нас существуют с марта прошлого года. Запрет на проведение массовых мероприятий. Данные объекты продолжают работать. Это у нас кафе «Ведуин», «Мята», «Тбилиси», «Мёд», «Бурабайский район», «Тайфун», «Степногорск», «Трапеза», «Кафе «Алибаба». У меня есть печи и объектов, я вам их передам, да, и здесь вот хотелось бы, и это места наиболее часто посещаемые. И здесь вот мы неоднократно проводили семинары и встречались, и на площадке Атамикен, но предприниматели, даже несмотря на то, что мы их неоднократно два-трижды оштрафовали, они продолжают нарушать эти требования. Сейчас вот, если от мобильных групп опустят информацию, данные объекты нарушают, то мы будем передавать в суд и требовать, чтобы их приостановили эксплуатацию. Поэтому и население сами должны понять, что если запрещено посещать объекты после 8 часов, да, кафе, там, рестораны, то, значит, не надо прятаться в этих точках, да, там, я знаю, за что ли вы, там, закрываются, там, различные пароли. Здесь нужно ограничить, потому что завтра вы можете послужить источником инфекции для своих родных и близких. И у нас 99 случаев летальных по области зарегистрировано за период этот, и мы по показательной смертности находимся одни из первых по республике. Поэтому стоит задуматься над своим поведением и над ситуацией, которая у нас сегодня создалась. Потому что именно от каждого из нас зависит, как мы соблюдаем карантинные меры. А если мы не будем соблюдать карантинные меры, у нас этот режим ландом, он будет ужесточаться и будет усиливаться. Вот одно из мероприятий, это идет ограничение деятельности объектов. У нас на сегодня ценные работы, да, по предварительному бронированию, ограничена работа торговых домов, фитнес-центров, парикмахерских, саун, да, выходные дни. И вот мы уже в течение двух недель, как первые были введены ограничения, я вам всегда говорю, да, что ограничения вводятся сроком на 14 дней, и если в этот период будет снижение заболеваемости, то тогда мы будем смягчать. Но, как мы видим по статистике, на сегодня у нас еще снижения нет. И это говорит о том, что у нас не обеспечено жесткое соблюдение именно этих ограничительных мероприятий. Ну, основные меры профилактики. Есть специфическая профилактика, это вакцинация, есть неспецифическая профилактика. Если ранее мы говорили только о неспецифической профилактике, да, это соблюдение масочного режима, социальное дистанцирование, не посещение мест массового скопления, там, не переохлаждение, соблюдение личной гигиены, то на сегодня у нас есть, такая возможность с 1 февраля, стартует у нас вакцинация против коронавирусной инфекции. На сегодня все медицинские работники нашей области проходят обучение по проведению вакцинации. Вакцинация будет проходить в несколько этапов. В первую очередь будут прививаться медицинские работники, это работники инфекционных стационаров, работники скорой помощи, работники первичной медико-санитарной помощи, это поликлиник, также специалисты санитарной службы. И уже в последующем будут к педагогике приниматься, силовые структуры, лица с хроническими заболеваниями, опекаемых медико-социальных учреждений. Вакцинация будет проводиться вакциной «Спутник Ви». Вот сейчас со 2 квартала, когда казахстанская вакцина пройдет все испытания, то уже со 2 квартала будут прививаться еще и наши казахстанские вакцины. Будет 2 вакцинации и ревакцинации. Первый на первый день и через 21 день будет вторая ревакцинация. Вакцина замороженная, сейчас приобретается достаточное количество холодильного оборудования, чтобы обеспечить температурный режим в период транспортировки данной вакцины. Сейчас уже ряд стран применяет эту вакцину. Есть проведены клинические испытания, есть по реакциям. У каждой вакцины предполагается, что бывают побочные эффекты. Поэтому, если возникнут какие-то осложнения после вакцинации, то по каждому случаю это и по другим прививкам точно так же. И в данном случае будет проводиться расследование, в чем причина, если будут осложнения какие-то. Вакцинация добровольная. Обязательно перед вакцинацией будет проводиться осмотр, термогетрия. Также будет собираться термогический анамнез, потому что если лица находились в контакте с больными в последние 14 дней, то они не подвижат вакцинации. Каждый человек письменно пишет информированное согласие. Если он прививается, если он не согласен, то письменно также отправляется мотивированный отказ с причинами, почему человек отказывается. Я считаю, если вы подвижите вакцинации, и входите в категорию, которая подвижит вакцинации, то необходимо воспользоваться этим шансом, потому что мы знаем примеры, когда именно вакцинация позволила снизить заболеваемость. Я всегда привожу пример по коре, когда у нас появилось очень много отказов, и у нас, по идее, все получают по детскому возрасте прививку, но появилась прослойка тех, кто не прививается. В результате у нас были зарегистрированы предыдущие годы вспышки кори. И когда была проведена дополнительная кампания по иммунизации возрастных групп, в которых наиболее часто были зарегистрированы случаи, у нас на сегодня нет регистрации кори. Такая же ситуация по вирусному гепатиту А. Если ранее, у нас 20 лет назад, очень много детей болело, и школы закрывались на карантин, то на сегодня, благодаря плановой вакцинации против гепатита А, у нас регистрируются только единичные случаи заболевания вирусным гепатитом, и в основном это лица негативных детей. Поэтому не нужно бояться, не нужно... очень много негативной информации в ГОСТе, в СМИ, да, поэтому нужно пользоваться официальными источниками, да, это сайт комитета санэпидконтроля, сайты Министерства здравоохранения официальных, где подробно, доступно объясняется, какая вакцинация, как проводится, и вы можете получить ответы на все ваши интересующие вопросы. Вот сегодня мы буквально разместили топ основных вопросов по вакцинации, вы можете у вас ознакомиться, и мы вам тоже доведем до осведения, там, вот, изучали вопросы. Как раз вот эти вопросы, которые у нас Министерство здравоохранения размещает на официальном сайте, они перекликаются с теми вопросами, которые задаются в комментариях, поэтому мы до вас доведем эти все вопросы. В принципе, у меня все. Пожалуйста, если у вас есть вопросы. Это мой главный миссер, Покетик Перик, в подписи срок у нас в областном поле разнообразности. Можно, пожалуйста, Ахмолинск? Здравствуйте, Ахмолинск. У меня такой вопрос. Министер здравоохранения Алексей Цой на расширенное заседание правительства сказал, что в Казахстане выздоровело 87 пациентов, и Министерство ежедневно проводит мониторинг. В Ахмолинской повладаться в Кустанайских областях не должно быть контроля над ситуацией. Вот, пожалуйста, прокомментируйте это. Почему Ахмолинская область так долго, вы как главный сам врач региона, наверное, уже какие-то причины выявили для себя? Это недопонимание со стороны населения всех правил? Или же это, может, не слишком жесткие меры? Ну, касательно мер, есть постановление главного государственного врача республики, где есть рекомендованные ограничения по красной зоне. Вот все те ограничения, которые рекомендованы по красной зоне, у нас в Ахмолинской области внесены соответствующим постановлением. Кроме того, мы еще ужесточили требования больше, чем в данном постановлении. Это касательно площади торговых домов, более тысячи квадратов мы включили, по-республиканскому идет более двух тысяч квадратов. Затем по дополнительному образованию мы сократили группы до десяти человек. Затем мы религиозные объекты на сегодня полностью закрыли. Поэтому все ограничения, которые рекомендует Минздрав, мы ввели. Но здесь вот идет одна из причин – это несоблюдение карантинных мер. То, что население, мы были в желтой зоне, я сама и встречалась с населением, разговаривала с продажами, многие продолжают не верить. И то, что мы находили в желтой зоне, это явилось толчком, что перестали соблюдать карантинный мер. Даже если у нас более 60% населения будет соблюдать жестко карантинные меры, не посещать места массового скопления, обязательно соблюдать масочный режим, то тогда эти будут меры действовать. Но пока население само не поймет, что необходимо соблюдать эти меры, санитарные службы, местным исполнительным органам, медицинским работникам очень тяжело будет контролировать. Поэтому здесь нужно каждый с себя должен участвовать. Обраничить все контакты и соблюдать масочный режим. Когда мы проводим, вот я ежедневно вечером читаю нанесения по области, по каждому кучу, кто заболел. И одно из посещений мест массового скопления, торговые дома, рынки, где скучно, где не соблюдается социальная дистанция, масочный режим носят, в основном население носят одну маску длительную. Хотя маски должны менять каждые 2-3 часа. Если вспомните, когда в прошлом году, когда в феврале мы начинали профилактику о том, что необходимо мыть руки, обрабатывать антисептиком, то, что ты приходишь домой, ты должен обувь обработать, дисковрики, руки обязательно помыть, обработать там сумку, вещи, да. Вспомните, как мы соблюдали эти меры в феврале. И каждый вспомните, как сейчас делают сейчас. Сейчас руки перестали мыть. Антисептики сейчас, если ранее не было антисептиков, не могли там, да, дефицит был, там специально заводы открывали, то на сегодня антисептики доступны, да. В каждой аптеке можно купить карманный антисептик. Поэтому население должно соблюдать вот эти меры. Элементарный масочный режим, социальная дистанция, обработка рук и посещение мест массового скопления. А мы видим, что это не соблюдается. Ну мы, это вот, буквально в пятницу этот вопрос был рассмотрен на заседании Акимата области. Всем Акимам городов и районов дано поучение. Мы постоянно информируем по данным мониторинговым групп, делаем анализ, направляем информацию и прокуратуру области, и Акимам городов и районам, а там и кем мы пишем по несоблюдению карантинных мер. Но здесь население должно начать с себя, соблюдать карантинные меры. И тогда мы выйдем из этой красной зоны и не будем подвергаться критике со стороны Министерства страны. Ну, пока на сегодня мы санитарные посты не выставляем, ни по населенным пунктам, ни по периметру области. Мы проводим эпидрисследовую. Наибольшее количество случаев у нас связано именно внутри, местных случаев. Это не завозные, у нас там 0,2% на это завозных случаев. Остальные у нас все вместные, из-за несоблюдения элементарных карантинных мер. Поэтому необходимости выставлять санитарные посты нет. И на сегодня, я думаю, Павлодарская область, Восточно-Казахстанская между Павлодарствами выставляет посты, потому что в Восточно-Казахстанской на сегодня уже, они пришли тот пик заболеваемости, они находятся сейчас в желтой, а Павлодарской в красной. И здесь вот, чтобы завоз именно с приграничных территорий не произошел, не выставляют санитарные посты. Но на сегодня все области, которыми мы граничим, они находятся в красной зоне. И уровень заболеваемости, в принципе, одинаковый, что в Североказахстанской, в Кустанайской, и у нас. Поэтому нужно внутри соблюдать карантинные меры, чтобы нам не пришлось... Если, конечно, у нас уровень заболеваемости дальше будет расти, и мы будем больше всех регионам, где больше всего случаев регистрироваться, то нам придется выставлять именно санитарные посты по периметру, чтобы мы не выезжали, наши жители не выезжали за пределы. Репродуктивные. На сегодня мы в лидирующем положении 1,5 на сегодня у нас. Еще вопросы? От Мальката. Подскажите, пожалуйста, у стационаров есть места еще в городе Кокштау, в области, сколько пациентов там есть? На сегодня по этой цифре, заполняемых койко мест на постоянном контроле, открываются дополнительные койко места при необходимости. На сегодня по городу Кокштау открыты, мы знаем, это инфекционный центр, центр инфекционных заболеваний, тут диспансер, также сейчас в железнодорожной больнице открыто отделение, в областной больнице открыто отделение, и в городской больнице на сколько место отделения открыто. На сегодня занятость Кочного фонда 52 процента, места есть, все, кто подлежит госпитализацию и госпитализирует, кто кому не требуется госпитализация, те находятся на облаторном лечении. Проблем с койко-мистами нет, и по необходимости, если есть показатели, если уровень заболевания, заполняет койко мест более 50 процентов, то тогда открываются дополнительные койки. Резерв у нас имеется, и кадры есть, и оборудование, все есть, при необходимости будут открываться. Ну, на сегодня можно было открыть больше койок и держать их свободными, но очень много населения нуждается в плановой госпитализации, в экстренной госпитализации, и поэтому койко-мистами для больных ковид открывается по мере необходимости. Спасибо.